Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сарым Шарипханов посетил область Абай с рабочим визитом. Министр встретился с жителями региона, ответил на их вопросы и рассказал общественности о проделанной работе и дальнейших планах. Подробнее в сюжете. В ходе встречи с жителями министр по чрезвычайным ситуациям рассказал о проделанной работе и дальнейших планах. По словам министра, произошедшие чрезвычайные ситуации повлияли не только на эту отрасль, но и на экологию и экономику нашей страны. После масштабного пожара в нашей области министерство уделяет особое внимание профилактическим мерам. Сейчас в Республике около лесных массивов выставлено 29 постов с пожарными машинами. Несколько сотрудников работают посменно. Большой проблемой стал недавний лесной пожар в области Абай. Это проблема для всего населения, а не только лесников и Министерства экологии. Когда происходят чрезвычайные ситуации, мы все должны объединяться. И мы все должны заботиться о том, чтобы предотвращать подобные случаи. По словам министра, в стране выросло число утонувших граждан. Чаще всего причиной гибели на воде является несоблюдение мер безопасности. Купание в нетрезвом виде и оставление детей без присмотра взрослых. В целом, в нашей области купание разрешено только в четырех местах. Два из них находятся в семье, а два других на лаколе и шушкала. Министр отметил, для предотвращения трагедии необходимо усилить информационно-разъяснительную работу. Нужно увеличить количество мест, где будет разрешено купание. Это большая проблема, которую нужно решать. Там должны быть спасатели, нужно обеспечить чистоту. Нужно развивать коммуникацию и многое другое. Все эти работы в большой перспективе, и ее нужно внедрить в программу. Участники совещания предложили приобрести пожарный самолет для региона с таким большим лесным массивом. Он будет оказывать эффективную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ведь скорость, с которой самолет достигает нужного места, намного выше. Точно так же, как и его вместимость. Например, если в Алматы произойдет пожар, то самолет отправится туда. В Восточно-Казахстанской области тоже часто случаются пожары. Конечно, я не говорю, что самолеты нужно покупать для каждой области отдельно. Но один-два на республику приобрести можно. Его можно сразу отправить на место пожара и помочь в его тушении. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, потому что вы и сами знаете, что его нужно эффективно использовать. Его можно отправлять только на большие пожары. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы предотвратить такие пожары. Такие самолеты должны содержаться в районе Каспийского моря. Собравшиеся предложили расположить пожарные пункты в населенных пунктах области. По причине того, что лесные пожары часто регистрируются в жаркие летние дни и происходят вблизи сел. Населенные пункты небольшие. Достаточно большое расстояние. В связи с отсутствием в населенных пунктах подразделениях МЧС существует угроза выгорания обширных территорий от степных пожаров. Всю территорию охватить наше министерство не может, потому что если мы будем стараться везде и всюду представлять свои пожарные части, подразделения разворачивать, то, естественно, потребуется большое количество личного состава. Сейчас количество личного состава у нас ограничено. На данный момент в стране имеется 30 вертолетов. Все они могут быть использованы для тушения пожаров и эвакуации людей. В этом году было приобречено 242 единицы новой техники. В дальнейшем планируется обновить средства пожаротушения и предоставить новую технику в область, отметил министр. Это новая избранная область. Все поднятые вопросы будут решаться через бюджет республиканского и местного исполнительного органа. В прошлом году было приобретено более 200 единиц техники. Из них около 60% приходится на местные исполнительные органы, оставшиеся приобретены за счет республиканского бюджета. Теперь мы постараемся решить эту проблему с помощью лизинга. Министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о предоставлении пожарным жилищных выплат. Сырым Шарипханов обсудил все вопросы, которые были подняты на совещании и заверил, что в дальнейшем решения будут найдены. Ярослав Дюсинбеков, Ботагоз Данбаева, Малика Мухтарова, Рустем Хайратулы, Анатолий Чернов, Телеканал Семей.